Всем привет, друзья! С вами снова я, Эдисон, и добро пожаловать в новую серию Пиксельмона, где сегодня мы будем дальше продолжать ловить, искать и попытаться найти новых и крутых покемонов в мире Майнкрафта. Также я учёл ваши жалобы по поводу длинного приветствия, поэтому, начиная с этой серии, я постараюсь делать его как можно короче. Всё, что я хотел бы вас очень сильно попросить, это поставить лайк. Ребята, пожалуйста, не поленитесь, ведь как только мы наберём 1200 лайков, сразу же выйдет новая серия Пиксельмон. Мы возвращаемся к старой мини-игре. Если мы набираем нужное количество лайков, а серия Пиксельмон не выходит, я каждому из вас подарю подарок ВКонтакте, добавлю вас в друзья и также распишусь на стенки. Поэтому, ребята, когда выйдет новая серия, зависит только от вас. Также я люблю и ценю своих подписчиков, поэтому, если ты подпишешься на мой канал, я скажу тебе огромное спасибо, потому что я рад каждому новому человеку, который присоединится к нашей большой дружной семье. А мы, ребята, приступаем к самой серии. Ху, надеюсь, в одну минуту я уложился. Если вам нравится большое приветствие, напишите, пожалуйста, в комментариях, я действительно буду стараться делать его как можно, как можно короче. О чём мы поговорим в этой серии? Знаете, что я планирую? Ребята, сразу же, сразу же для вас небольшой опросик. Я планирую в следующей серии опять сделать топ-5 каких-то покемонов. Кто помнит, несколько серий назад у нас был топ-5 самых красивых покемонов в Майнкрафте. Сейчас я пока что не знаю, какой у нас будет топ-5, поэтому я к вам и обращаюсь. Что вы хотите, чтобы я сделал? Напишите своё предложение в комментарии. Топ-5 каких покемонов? Топ-5 самых слабых? Топ-5 самых сильных? Топ-5 самых некрасивых? Или топ-5 самых ненужных? Всё зависит от вас, ребята. Пишите свои предложения в комментарии. А чей топ мне понравится больше всего, то топ я сделаю в следующей серии. Поэтому, ребята, не поленитесь, придумайте что-то и напишите в комментарии. И я даже ваше имя засуну в серию, если я выберу тот топ, я именно ваше имя засуну в серию. Мол, тот человек, который предложил сделать вот этот топ. Да, ребята, что мы будем делать в этой серии? Я опять, мы опять попытаемся словить легендарного покемона, если у нас, конечно, это получится. Давайте быстренько, 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 быстренько куда-то на островочек какой-то. Островочек, островочек, где он... Вот. Я, кстати, читал комментарии, и что я прочитал? То, что мне один подписчик написал, мол, Эдисон, несколько серий назад, ты пропустил ещё одного Шайни Слоупока. Я подумал, а зачем он нам нужен? А потом я вспомнил, у Шайни Слоупока же... Есть две эволюции, Слоу Бро и Слоу Кинг. И потом я так взялся за голову, твою нафиг, честное слово, я и забыл то, что у него есть ещё одна новая эволюция. Ну, она была добавлена в несколько версий назад. Поэтому, ребята, если сейчас мы встретим ещё одного Шайни Слоупока, если он, допустим, вот тут будет, сразу же кричите в комментарии, мол, Эдисон, лови Слоупока, лови Слоупока. Потому что он действительно нужен. Я, если честно, вообще забыл. Прям офигеть как. А знаете что, пока мы тут ничего не делаем, пока мы тут никого не видим, давайте быстренько отправимся в океан. Потому что сейчас, мне кажется, отличное время для того, чтобы заспавнилась какая-то легенда, или для того, чтобы заспавнилась дротини. Кто-то мне писал в предыдущей серии, мол, Эдисон, ты пропусти... Какой... Это ещё один Суй-кун. Как давно у нас не было легендарных покемонов. И как только я сказал, что время для того, чтобы словить какого-то легендарного покемона, вот и заспавнился Суй-кун. Суй-кун, который нам нафиг не нужен. Хотя... А где Лугия спавница? А Лугия, мне кажется... Нет, но всё же, мне кажется, что это действительно Суй-кун ещё один, который нам, в принципе, сейчас нафиг не нужен, потому что у нас есть ещё один. Потому что у нас есть первый Суй-кун. Но мы всё-таки попытаемся его найти. Там больше нигде нету никакого острова. Мне кажется, он тут должен был заспавниться, откуда мы... Откуда мы начали своё путешествие. Но, если честно, я никого не вижу. Ну ладно, заспавнился и заспавнился. Давайте потопаем дальше. Может, ещё у нас есть небольшая, хотя бы, вероятность того, то, что ещё кто-то заспавнился. Опа, Бластойс. Бластойс нам, конечно, не нужен. Но всё же, давайте его забабахаем. Кстати, я нашёл свой Лаки Эдж. Я нашёл свой Экспешер, которые валялись в нашем сундучке у нас дома. Поэтому, ребята, я забрал. И сейчас мы заново выходим на охоту нашим Тропиусам. Ему осталось 9 уровней до того, как он будет нормально прокачан. И мы, в принципе, его с чистой душой сможем выложить наш комп... Вот он! Я только сейчас заметил. Но всё же, чему я радуюсь, ребята? Чему я радуюсь? Нечему. Нечему тут радоваться. Ну, заспавнился ещё один Суикун. Ну, и что мы с ним сделаем? Что мы с ним сделаем? Ничего. Хуй, Дум, ты его сможешь забабахать? Мне кажется, вряд ли. Да. Действительно, вряд ли. Старь. А на... А сможет ли наш Суикун победить вот этого? Ух, я не знаю. Я не знаю. Как думаете, ребята? Делайте ставки. Ну, в принципе, у нашего Суикуна больше, конечно, жизни. Да, мы всё-таки... Нифига себе, 8 тысяч опыта. Ребята, не кричите. Ух, Эдисон убил легендарного покемона. А что мне нужно было делать с ним? Ловить ещё одного? Мне кажется, нету в этом смысла. А может, эту ворону словить? С шапочкой такой... Стоять. С шапочкой такой... Ааа, она у нас уже есть, ребята. Поэтому... Нет, поэтому не стоит её ловить. Ну что, отправляемся ещё раз в очередное путешествие. Вот сейчас у меня есть опять небольшой такой... Хотя, как вы думаете, ребята? Делайте ставки. Заспавится ли сейчас кто-то или нет? Если мы полетим. Если мы полетим. Какая-то легенда. Киогр. Луги. Пожалуйста, только не Суйкун. Больше нам Суйкунов не нужно. У нас есть уже свой. И у нас есть уже... О, тут можно нехиленько... Нифиг... Нифиг... Ребята, это рай. Это рай для... Это рай для кача. Ай, смотрите, сколько тут крутых покемонов. И какие тут... И какие тут большие уровни. Кассы ли нам сейчас стоит... Кассы ли нам сейчас стоит тут вейпоинт поставить? Потому что это реально крутой остров. Это реально крутой остров. Ещё, ещё и босс в придачу. Офигеть, персиан. Мы его сможем замочить? Ааа, нет. Поэтому давайте лучше возьмём хуйду, мы не будем рискать. Там ещё один босс! Там ещё один босс! Ещё один зелёный босс! Аааа... Убей его, пожалуйста, хуйдуша! Пожалуйста, заколбась его! Нет, не Старми! Не нужно нам Старми! Пожалуйста! Если сейчас Старми эволюционирует, я с ума сойду. Если она сейчас эволюционирует, я сойду с ума. Ху! Потому что нужно было бы её ещё раз перекачивать. Ещё один боссиандрик! Это как... Это рай, ребята. Вы когда-то находили рай в пиксельмоне. Вот сейчас мы его нашли. Это просто офигеть! Это просто офигеть! Столько крутых покемонов! Мне сейчас интересно, до какого уровня мы сможем докачать всех наших покемонов. Потому что... Лифторнадо, боди... Ага, ага, ага. Я не хочу. Хоть и сильнее, но я хочу оставить так, как оно есть. Ребята, давайте дальше прокачиваемся! Тропиус 47 уровень. Сможем ли мы прокачать его к 48 уровню, до того, как все крутые покемоны кончатся на этом острове? Как вы думаете, ребята? Вот слоу-броша, 49 уровень. Не убивай нас, пожалуйста. Если мы тебя убьём, мы станем 48-ми. 48-й, вылечимся. Давай, ищите босса. И босса, в принципе, и также и шайни слоу-пока, ребята. Если мы его найдём, то это будет очень круто. Давайте, давайте. Не забываем то, что мы сейчас тут находимся, но в любой момент может заспавиться легенда. Да, поэтому не думайте то, что мы тут зря теряем время. Не, ребята, мы тут не зря теряем время. Тут действительно в любой момент может заспавиться какая-то или луги, или киогры. Поэтому будем тут немного, будем тут немного прохлаждаться. Ещё один боссик-карабосик. Это офигеть просто. Три босса на одном острове. Всё, что я могу сказать, это... Офигеть. Главное не перекачать сейчас тропиуса. Тропиус, пожалуйста, будь пятидесятым. Не будь так. Да, круто. Ещё один босс. Ещё один босс. Офигеть. Как это... Ребята, четыре босса подряд, которые спавятся на одном месте. Может, это какое-то фантастическое место? Magical Leaf. Да, вот это будет круто. Ага, ага, ага. Так, давайте быстренько поднимем наши вещички. Никому мы не отдадим наши вещички. Они нам тоже нужны. Вот так, вот так, вот так, вот так. И вот так. Всё. Боссики, пожалуйста, давайте ещё. Вы меня действительно радуете сейчас. Пожалуйста, пожалуйста. Ещё кто-то. Ребята, в кого мы будем прокачивать Кирлию и Иви? У нас же сейчас есть выбор. У Иви есть много других эволюций. У Кирлии есть тоже две ветки эволюций. Если мы её докачаем до... Давайте всё-таки докачаем, ребята. Давайте... Я не хотел убегать. Давайте докачаем до 30 уровня. И она эволюционирует в Гар-де-Вуар. Или как она там. Ребят, извиняюсь, я не француз. Многие начали возмущаться, мол, Эдисон, ты неправильно имя произнёс. Ну, извиняюсь. Как пишет, так я и произношу. Я не учил французский язык. Потому что многие написали то, что это действительно французское имя. Я не учил французский язык. Я не могу читать. Так же, как я, например, могу сейчас написать какое-то слово на португальском языке. А вы его неправильно прочитаете. Потому что вы вообще не в курсе, как оно читается. И так же я на вас начну кричать. Ух, вы там не знаете, как его читать. Поэтому, ребята, не делайте меня виноватого. Я действительно не знаю. Извиняюсь, если кому-то это не понравилось. Но, к сожалению... Я бы хотел знать французский. И да, французский реально прикольный. Но, мне кажется... Да твоё нафиг. Мне кажется, учить сейчас ещё один язык не очень будет круто. Я ещё португальский до конца не знаю. А сейчас учить ещё один... Да ударь ты его, пожалуйста, чем-то. Вот. Кравдаун. Ух, нифига себе. Он ещё нашего суйкуна сейчас убьёт. А я другого покемона никакого не буду кидать в бой. Потому что, если я кину какого-то другого, то он сразу же эволюции... Вот, замечательно. Не эволюционирует, извиняюсь, а... Прокачается и станет на один уровень больше, чем нам нужно. Это рай, ребята. Вот это рай для качи. Я даже сейчас тут сделаю вейпоинт. Я не знаю, ребята. Как это пишется? Парадайз. Короче. Рай. Рай. Транслитом напишем. Всё. Можем уходить. Боссиков больше нету. Никаких. Нет. Всё. Круто. Не боссов. Шайни! Нет. Иди в попу. Не нужно на Мэканс. Не нужно на Мэканс. Не нужно на Мэканс. Дайте нам... Шайни. А у нас есть Шайни Старли, ребята? Как вы думаете? У нас... Вот там написано то, что у нас Старли есть. Но если у нас Шайни... Нужно сейчас будет пойти проверить. Потому что, честное слово, не имею никакого представления. Но сама суть. Сколько боссов на этом острове было. Это просто чудо-юдо-рыбокис. Офигеть. Сюда нужно как можно чаще забегать. Потому что это действительно круто. Больше никого тут нету. Дракини не... Нигде не плавает. У нас, кстати, хапчик есть еще. Еще чуть-чуть есть. Все. Мы действительно сейчас можем отсюда уходить. Хоть, в принципе, тут есть еще такие... Вот, какие крутые покемоны. Но давайте будем уходить. Все. Больше... Ааа. Я сказал уходить. Ты на меня напал. Иди в попу. Пожалуйста. Иди в попу. Вот. Еще раз. Еще раз. Иди в попу. Во. Замечательно. Давайте быстренько будем уходить. Пока на нас опять никто не напал. Все. Мы дома. Мы дома, ребята. Хух. Сейчас давайте вылечимся. И посмотрим. Кого мы будем выкладывать. Тропиуса. Старми. Суйкуна. Ну, Суйкуна я не знаю. Если все-таки заспанится к Йогру в любой момент. Да. То... Он, конечно, нам очень сильно пригодится. Вот давайте Старли. Здесь у нас Старли. У нас есть Старавия. Ну, Старавия, мне кажется, это обычная. Давайте посмотрим, чтобы просто знать. Да. Она обычная. Поэтому можно, мне кажется, даже удалять. Вот так. Старли мы переместим сюда в первый. Или в каком он был? В каком он был? А, в первом. Вместо Суйкуна. Кого мы берем, ребята? Давайте выложим. Выложим Старми. Выложим Тропиуса. Спасибо за службу, ребята. Вы нам действительно очень помогли. Тропиус. Летающий Покемон. Нужно 100% взять Летающего. Потому что это будет круто. И если у нас все-таки заспавится какой-то легендарный Покемон. И нам, например, нужно будет куда-то полететь. И у нас не будет Летающего Покемона. Это будет немного печально. Скармори. Шайдни. Но он уже практически прокачан. Давайте Сваблю возьмем. Это у нас Алтария. Летающий у нас есть. Кого мы выложили? Старыми. Давайте возьмем еще одного Водного. Водного, Водного. Или Электрического. У нас... Нет. Давайте Иви сделаем Электрический. Да. Иви у нас будет Желтионов. Значит, давайте возьмем Водного. Огненный у нас есть. Это Хуйду. Давайте возьмем Водного Сквиртл. А у нас есть Шайни Сквиртл. Я помню, я его ловил. У нас есть Ошавод. У нас есть... Вот тут Ошавод есть. Кто его не видит. Кто у нас еще есть? Лапрос. А может Зору? Как я давно ее хотел взять. А Зумарил у нас есть. Офигеть. А ну сейчас, ребята. Смотрите. А ну посмотрите. У нас есть тут разные покемоши. Ага. То есть... А, ясно. Значит, вот этого мы можем удалять. Вот так. Нужно расчистить. Нужно расчистить. Омарил. Смотрите. И Морил есть у нас. И Азумарил есть. Всем чем отличается то, что Морил это обычный. А Азумарил это Шайни. Значит, еще минус один покемон. К сожалению. Так вот. Сейчас это все расчистим. У нас просто никого не останется в компьютере. Сквиртл. Я помню, мы ловили Шайни Сквиртла миллион процентов. Я помню. Я помню, ребята. Или у меня просто провалы в памяти. Может быть. Может быть. Я не знаю. Вот тут у нас обычный Сквиртл. Смотрите. Если я пропущу, ребята. Пожалуйста. Напишите в комментариях. Где я его пропустил. Потому что я сейчас его не вижу. Ладно. Летающий у нас есть. Давайте возьмем водного. Допустим. Водного или травяного. Допустим. Да пускай будет сил. Нужно всех прокачивать. Нужно всех прокачивать. Ребята. Согласитесь. Поэтому. Пускай будет. И наверное. Все-таки возьмем Суикуна. Только ради того. То что если у нас заспавится кто-то в океане. То мы с легкостью сможем его достать оттуда. Потому что. Вы сами видите. То что. Вы сами знаете. Точнее. То что если у нас заспавится Кьогр под водой. То это очень сложно будет его словить. А с помощью Суикуна. Это станет хотя бы немного проще. Давайте быстренько тпхнемся еще к своему дому. Нет. Это я на остров тпхнулся. Вот сюда. К своему дому. Мью. Это. Это всемирный заговор покемонов. Это всемирный заговор. Нужно все-таки достроить уже этот дом. Я попытаюсь его достроить в следующих сериях. Да. Но раз мне не хочет спаниться. Полетать мы еще к сожалению не можем. А. Я уже напугался. То что я его забыл на тропе у всех. Так. Давайте быстренько. 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 Дезерт. Зачем я сюда тпхаюсь? Потому что тут у нас рядом может быть. Саванна. А как вы знаете. В саванне может заспаниться Райкоу. Это еще один покемон. Еще один легендарный покемон. Которого я бы очень хотел. Да я и не сомневаюсь. То что и вы бы его очень хотели. Да. Хотя бы. Какого-то. Любого вообще. Любого вообще. Легендарного покемона. Неважно. Кто это. Хуйдум. Или Кирлия. Нам нужно убивать морипов. Ребята. Не забываем это. Почему? Вы спросите. Почему? А потому что. Мы можем же делать себе рыбацкие сети. С помощью рыбацких сетей. Мы можем вылавливать. Опять. Мы можем вылавливать кучу всяких полезных вещичек с океана, с озера. Вообще с любого водоема. Поэтому. Чтобы сделать рыбацкие сети. Нам нужно много шерсти. Да. Попади. Вот как это бесит. Когда он в воду. А. 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 Это. 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 Это босс? Или это Шайни? Или он так просто. Это Шайни? Не, ребята. Что-что на Шайни Сивадл у нас есть 100%. Знаете, что я опять? Я опять забыл. Что я забыл? Ха-ха. Я в предыдущей серии говорил, что нам с собой нужно таскать компьютер. Когда у нас появится какой-то покемон. Допустим, какой-то Шайни. И мы не уверены, что он у нас есть. Мы быстренько кидаем компьютер на землю. Точнее, ставим его на землю. И проверяем, есть ли у нас этот покемон. Но, как видите, я опять забыл взять. Я опять забыл взять. Вылечимся. Три уровня. Ребята, осталось три уровня. И у нас наша. Наша Кирлия эволюционирует. Нужно бы какое-то крутое имя для Кирлии придумать. Может, Кира, мне кажется, самое такое подходящее имя, которое может только существовать для Кирлии, это Кира. Ну что, ребята. В принципе, давайте быстренько еще его замочим. И потопаем. Я не знаю, в том направлении или еще куда-то. Куда мы можем сейчас пойти? Кого мы вообще можем сейчас найти? Давайте. Я не знаю. Вот фиговенько то, что у нас нет летающего покемона в данный момент. Так бы мы полетели в любом направлении, в котором бы нам только захотелось. Но сейчас нам нужно бегать. Хуйду может. Он может все-таки нас носить, хуйдуша наш. Не знаю. Шайни! Шайни Диглет. Который нам, в принципе, нафиг сдался. Потому что он у нас уже есть. Мы его словили, может, ну максимум серии две назад. Поэтому ловить его еще раз нет. Нету смысла. Уйди, пожалуйста. Уйди и не отвлекай нас. Уйди. Уходи. Уходи. Отойди. Уходи, да? Игроки копателя. Вы знаете, если тут вообще кто-то играет в копатель. Я ничего не имею против, если честно. Я как-то никогда не играл. Все, что я знаю, это то, что его сильно обсырают. Я не знаю, ребят, честное слово. Что там такого плохого или что там хорошего? Ну, единственное, что мне известно, то, что там много школьников, таких, знаете, 7-8 лет, которые вот именно это и пишут. Уходи, отойди и многое другое. Ага, я не... Да, здрасте, здрасте. Вот такси. Вот, я не знаю, ребята. Мне одному кажется то, что тропинч почему-то напоминает какой-то логотип такси. Я не знаю. Ну, посмотрите, разве это не такси? Какой-то логотип. Мало того, что он желтый, так еще вот такие квадратики, которые действительно напоминают мне такси. Я не имею представления почему. Я не имею представления, но почему-то вот у меня есть такие ассоциации. Не знаю. Ладно. Будем ли мы еще тут что-то ловить, кого-то ловить или вообще что-то тут искать? Это у нас... У нас есть, кстати, Shiny Amphoros, поэтому даже если бы это было бы Shiny Fluffy, я бы ее не ловил и даже бы на нее не посмотрел. Shiny! Shiny Graweler! Только он нам нафиг не нужен, потому что у нас есть... Он Shiny? Да, он Shiny, ребята. Он нам нафиг не... Очкастый. Он нам не нужен, потому что у нас есть Shiny Geodude. Мало того, что это первая эволюция... Да, это все. Так что, не мало того, это все, что я хотел сказать. Charmeleon... Офигеть. Как он вообще умудрился Charmeleon иметь сорокового уровня? Он уже давным-данал должен был эволюционировать в... Ух, Иви в Черезарда? Иви. Я... Я... Я не хотел, Иви. Я хотел хуй душу. Почему ты мне замен... Не меняй мне покемонов, пожалуйста. Он, зараза, меняет мне покемонов. Атакой своей... Все, останься таким, как ты есть. Ну не меняй ты мне покемонов. Зараза такая мелкая, а? Капут какие-то бесит. Так, в принципе. Мы можем уходить... А, или, или давайте мы еще эволюционируем один уровень. Точнее, не эволюционируем, а прокачаем еще один уровень нашей Кирилии. И после этого она уже наконец-то эволюционирует. Да, ребята. В принципе, сейчас мы можем отправиться Desert M на Desert M. И вот тут еще прокачать один уровень. Почему? Потому что тут у нас рядом Sunflower Plains. И в любой момент тут сможет заспав... Заспавиться Райклаза. Это... Он... Это Шайни? Или мне кажется? Или это босс? Это... Шайни Чайник. Шайни Самовар. Если вы помните, то мы его так назвали. Офигеть! За все 6 сезонов у меня еще не было этого Шайни Покемона. И как я заметил, он выглядит более-менее так прикольно, когда он Шайни. Только попытаться бы его еще словить. Он 29 уровень. Не знаю, Левел Болл это хорошая идея для него или нет. Нет, как я вижу, нет. Сейчас самый оптимальный вариант это попытаться словить его с помощью Даск Бола. Потому что сейчас ночь на дворе. Но... Чем бы тебе снести немного жизни? Чем бы тебе немного... Тебя немного ударить? Как... Ну... Антониш. Антон. Давайте Антоном его побьем немного. Вот, все-все-все-все, хватит, хватит, хватит. А то сейчас еще кританешь и убьешь его. Как это, в принципе, в большинстве случаев бывает. А нам это не-не-не, нам это не нужно. Я хочу все-таки словить этого покемона. Да! Поэтому мы откладываем плюс один уровень Кирилии на следующую серию. Я сейчас хочу посмотреть на этого чайника. Ну, в прямом смысле он же выглядит как чайник. Ааа... Так. Где он? Сиджи Лив это обычный. Ааа... А где? Вот он. Вот он, ребята. Вот он. Так. Ага, ага. Он еще и меньше уровень. Ребята, это еще круче. Потому что чем меньше уровень, тем мы его больше будем прокачивать. Ну, крутой, крутой такой, вообще крутой чайник. Пускай будет. Я, если честно, даже рад, что мы его словили. Ну, в принципе, ребята, мне кажется, на этом уже действительно можно заканчивать. Что я хотел бы вспомнить при конце серии. То, что в первую очередь, ребята, если вам нравится короткое приветствие на начале. То, чтобы мы уложились, например, в 40-50 секунд. Максимум. Еще раз повторюсь. Одну минуту. Ребята, поставьте лайк. Я увижу то, что действительно вам это понравилось. Я даю вам свое слово. То, что я больше не буду делать длинные приветствия. Если мы набираем лайки. 1200 лайков. В первую очередь, ребята, выходит новая серия. Не забываем. Когда она выйдет, зависит только от вас. Не поленись. Ты действительно сделаешь мне приятно. Потому что я люблю, ценю своих подписчиков. И, ребята, я действительно для вас стараюсь. Поэтому, хоть немного. Если вы хотите меня отблагодарить. То поставьте, пожалуйста, лайк. И за короткое приветствие. И за новую серию. То, чтобы... Вот, честное слово, ребята. Сегодня набираем 1200 лайков. Завтра выходит новая серия Пиксимон. Завтра набираем 1200 лайков. Послезавтра выходит новая серия Пиксимон. Не забываем. В комментариях самое главное. Напишите сейчас. Я у вас спросил. Какой топ-5 покемонов вы хотите видеть в следующей серии. Напишите ваш вариант. И тот вариант, который мне больше всего понравится. Я запихну скриншот этого сообщения в видео. И также сделаю топ-5 специально для этого человека. Также, ребята, не забываем подписываться на мой канал. Как вы знаете, я действительно обожаю своих подписчиков. Я вас люблю. Я с вами общаюсь. Я вас ценю. Что самое главное. И мне кажется, не каждый ютубер это делает. Поэтому подпишись. Я действительно буду рад тебя приветствовать. Нашей большой дружной семье подписчиков. Да, ребята. На этом, к сожалению, мы должны прощаться сегодня. Но не расстраиваемся. Мы встретимся еще завтра. Поэтому, ребята, лайки, подписка, опрос и многое другое вы сможете сделать на этом видео. Я вам, ребята, говорю еще раз большое спасибо от всего моего сердца. Всем удачи. Всем пока.